Здравствуйте, уважаемые зрители! Телекомпания Нотернальчик, съемочная группа программы «В мире знаний» и я, Люаза Макоева, рады приветствовать вас в новом 2017 году. Надеюсь, что все пожелания, которые были загаданы под бой курантов, исполнились или исполнятся в этом году. Мира и благополучия вашим семьям. А сейчас мы приглашаем вас на премьеру. «Солнечный город» – так называется наша премьера от Детской Академии Творчества «Солнечный город». Оставайтесь с нами. Детство – это маленькая страна, в которой живет звонкий смех, радость и добро, где происходят самые яркие, незабываемые события и сказочные открытия. Сделать детский мир интересным и увлекательным помогают родители, воспитатели, учителя. Большой вклад вносит школа и дополнительное образование. На Кавказе испокон веков почитают старших и с большой любовью и заботой передают накопленные знания детям. Для жителей Кабардино-Балкарии стало большим подарком открытие в Нальчике самого крупного образовательного учреждения России – Детской Академии Творчества «Солнечный город». Он не только названием, но и всем своим внешним видом манит, притягивает ребят, которые стремятся познать больше и стать лучше. Кружится планета, кружится планета, ладонями солнца она обогрета, ладонями солнца она обогрета, и радостью разно светлых детей. У системы дополнительного образования республики богатые традиции. Кому-то она привила необходимые в жизни навыки и способности, кому-то дала путевку в жизнь, превратив детское увлечение в профессию. Очень надеюсь, что «Солнечный город» не просто продолжит эти хорошие традиции, а используя все современные формы обучения, воспитания, выведет дополнительное образование в республике на качественно новый уровень. Наши города, наши республики – это очень будет замечательный подарок к Новому году уже на все времена. Все понравилось. Мы надеемся, что мои дети тоже сюда пойдут и научатся чему-нибудь новому, интересному. Детская академия творчества «Солнечный город» – это многофункциональный интеллектуально-образовательный комплекс, где одновременно занимаются около 5000 детей в возрасте от 3 до 18 лет. «Солнечный город» является ключевым звеном в республиканской системе поддержки юных талантов. В Детской академии творчества «Солнечный город» есть лице для одаренных детей интернатного типа, школа раннего развития и центры дополнительного образования по музыкальному, изобразительному, хореографическому, спортивному и другим направлениям. 1 сентября – День знаний, который с волнением ждут ребята, учителя и родители. Для жителей Кабардино-Балкарии этот день особенный. Республика отмечает 95-летие государственности. А в Детской академии «Солнечный город» свои двери открыл лицей для одаренных детей. 200 ребят 7-10 классов гордо носят имя лицеистов. И это линейка для них. Разделить радость и пожелать ребятам успехов приехали почетные гости. «Сильные регионы, сильное государство. Регионы сильны своим народом. И вот открытие такого рода учебных заведений – это вообще знаковое событие не только для республики, но и для Северо-Кавказского федерального округа и для всей нашей великой необъятной России». Я думаю, что будущая Кабардино-Балкария – за молодежью. И пусть будет славен Солнечный город теми, кто есть и теми, кто будет. Именно от нашей активности, культуры, умения будет зависеть, какой будет наша республика. Только вместе старшее поколение и мы, молодые, сможем сделать нашу республику сильной и процветающей. Открытие лицея – дополнительный стимул для дальнейших побед. Надеюсь, вы не забудете, что вы были первыми в этом дворце знаний. Поэтому я и вам, и вашим родителям желаю удачи, счастья, благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Главой Республики было обозначено, что в этом лицее должны учиться дети из самых отдаленных сел республики. Мы проездили по всем районам республики, предложили детям, всем, кто желает, принять участие в тестировании. Главное условие поступления в наш лицей – это академические знания. Я очень захотела пройти это тестирование и хочу попасть в эту школу. Я хочу попасть в эту школу, чтобы развиваться дальше, чтобы углубиться в своих знаниях математики, чтобы в будущем стать отличным инженером. Хочу узнать, способна ли я пройти это тестирование и как хорошо я могу его пройти. Может быть, увидеть какие-то пробелы в своих знаниях. И готовиться и проходить тестирование тоже было очень увлекательно и интересно. Пока идет интеллектуальная борьба за право стать лицеистом в солнечном городе, весело проводят время детвора. Все как положено, ведь у них каникулы. В конце июня прошли две летние творческие смены. Родничок для детей младшего возраста от 5 до 10 лет и Союз для средней и старшей возрастной категории, в которой отдыхали и развивались около 300 детей из города Нальчика и районов республики. Эта смена подарила много открытий, незабываемых встреч, поселила в сердцах ребят чувство доброты, дружбы, радости и света. Мне 5 лет. А как тебя зовут? Дарина. Мне больше всего понравилось креить, вырезать и рисовать. Мне дома нечего было делать, и мама меня записала сюда. Мне здесь очень нравится. Привет! Привет! Как дела, Ника? Все хорошо. Ты сюда, на лисичку посмотри. Мишка, пусть на лисичку. Все хорошо, скажи. Все хорошо. Как Мишка говорит? Все хорошо. Все хорошо. Летний лагерь – это неотъемлемая часть жизни ребенка во время каникул. Там он распознает аспекты окружающей среды, знакомится с новыми друзьями. Летний лагерь для многих ребят – это первый опыт самостоятельной жизни. Организация отдыха детей – самое хлопотное мероприятие для педагогов, которому ежегодно они подходят со всей ответственностью. Программа насыщенная, изобилует занятиями до обеда в области инноваций, робототехники, нанотехнологий, математических структур, физических закономерностей. Педагоги лицея подготовили интересную программу. За все время, которое существовала эта летняя школа, накоплен огромный опыт. Там с детьми проводятся занятия по занимательной, нетрадиционной главам математики, математические игры, всевозможные занимательные математические задачи. У детей насыщенная интеллектуальная программа, спортивная, оздоровительная, музыкально-танцевальная, беседы и встречи у костра, песни у костра. «Союз» – это творческая смена научно-технической, аэрокосмической направленности. Робототехника, астрофизика, астрономия, энергетика, технический дизайн, общетехническое моделирование и конструирование, начальное техническое моделирование и введение нанотехнологий. В данный момент вы находитесь в нано-лаборатории. Здесь мы занимаемся исследованием различных микроматериалов. Данная тема в последнее время стала очень актуальна в оборонном комплексе, в оборонной промышленности и в космической промышленности. Здесь нам представлен датчик электрокардиографии, который показывает частоту сердцебиения и дыхания человека. Мы прикрепляем к другим датчикам, которые показывают нам его пульс, как он движется, как он бьется. И с помощью него мы узнаем, есть ли у него какие-то заболевания, всякие пороги и тому подобное. Лицей для одаренных детей в Детской Академии Творчества «Солнечный город» – это элитная престижная школа. Четыре человека на место. Не каждый вуз может похвастать таким конкурсом. На сегодняшний день Детская Академия Творчества «Солнечный город» – это... Высокоорганизованное образовательное учреждение. Здесь обучается 200 детей из всех районов республики. Безусловно, среди них попались дети очень подготовленные, очень мотивированные. Полный день находится в школе. У них уже организована вторая половина дня. Вторая половина дня – это спецкурсы, это элективные курсы. В принципе, этот лицей, на мой взгляд, хорош тем, что каждый ребенок здесь имеет свою траекторию развития. У каждого ребенка есть своя учебная программа, по которой он развивается. Каждый ребенок имеет возможность заниматься, и занимаются они в дополнительном образовании, никуда не выходя. Здесь есть дополнительное образование по всем направлениям, все, что нужно ребенку. И художественное направление, и техническое направление, и гуманитарное направление. То есть дети, которые попали сюда, имеют колоссальные возможности. Они могут получить все, не выходя за пределы этого образовательного учреждения. За такими образовательными учреждениями – будущее нашей России. У лицеистов свой распорядок. В первой половине дня занятия проходят в обычном режиме, как в любой школе. А к вечеру нальчане после всех занятий уходят домой, а иногородние живут в общежитии – кампусе. У них здесь благоустроенные четырехместные комнаты, где есть все, что необходимо для учебы и отдыха. Фатима из селения до Голубки, как и ее подружка из кампуса, приезжая. Решение поступить в лицей приняла по совету родителей и очень переживала и старалась во время испытательных экзаменов. И вот ее мечта сбылась. Она уже в лицее. Первые занятия и проживание в кампусе рассеяли все сомнения. Она поняла, что сделала правильный выбор. Я думала, мы не сдружимся. Я думала, я не найду себе друзей. Думала, что я не буду преуспевать на уроках. Это же лицей для одаренных детей. Я считала, что все умнее меня и все такое. Но потом я сразу привыкла. Вот с первого же дня у меня и одноклассники очень общительные, очень добрые. Всегда поддерживают любую минуту. И всегда помогут. Обычно у ребят по шесть уроков. Занятия проводятся как в вузах, парами. До четырех часов дня у ребят индивидуальные занятия на элективных курсах в кружках. Пришел сюда за новыми знаниями. Мне тут нравится. Я кружки выбирал сам. Это Академия права, танцы национальные и английский язык. Я буду говорить слова, а вы просто в научниках будете заново повторять. Хорошо? Понятно? Так. Вот прям начнем с этого аппарата. Работа здесь отличается очень сильно от работы с детьми в других образовательных учреждениях. Дело в том, что детки здесь очень смышленные, очень сообразительные, очень мотивированные дети. И работая с ним, ты получаешь колоссальную отдачу. День у лицеистов расписан по минутам. Они все чем-то заняты. У них большие нагрузки. Практически круглые сутки ребята находятся под присмотром педагогов, классных руководителей, кураторов. Учителя здесь действительно невероятного уровня. Особенно и высокая коллегкация. И они действительно умеют работать на аудиторию и работать с самыми разными учениками. Надо сказать, что и одноклассники, и люди из параллельных классов, вообще все, кто здесь учится, они так или иначе люди особой мотивации. Это отличники своей школы, которые пришли сюда. Каждый хочет именно учиться, каждый планомерно приходит сюда, чтобы получать знания. Конечно, с такими людьми очень приятно учиться и работать. Это виза масса. Оксид коза, она будет составить повалентности. Получается. Хорошо. Расставляем коэффициенты обязательно. Прекрасно. Мне интересно то, что дети хотят знать намного больше, чем положено по программе. Мне интересно то, что они хотят научиться решать не обычные задачи, а олимпиадные, сложные. Там, где не просто формулу подставить. Ну, я как химик, поэтому про свой предмет говорю. Ну, и подумать, сообразить что-то логически. Плюс кругозор широкий должен быть у ребенка, чтобы что-то знать дополнительно, не только по предмету, не только по узкой специальности. Лицеисты – ребята очень разные. Застенчивые, даже робкие, активные и с явными задатками лидеров. Скромные и амбициозные. Объединяет их всех любовь к наукам. Учителем работая лет пять, выбрал специальность, потому что мне нравится общаться с детьми. Мне нравится их чему-то учить. И мне очень нравится, когда я вижу отдачу от них. У нас здесь в солнечном городе и детки очень хорошие, сильные, мотивированные. В структуре солнечного города существует лицей для одаренных детей и центр дополнительного образования детей с охватом 5600 детей в год. Кабардино-Балкарская республика вошла в число 17 субъектов Российской Федерации, где открываются детские технопарки. В детской академии «Солнечный город» открыт новый формат дополнительного образования – детский технопарк, который состоит из пяти кванториумов – робо, нано, космо, айти и энерджи. Это как раз те направления деятельности, которые детям очень интересны. И в развитии технической эти мысли, конечно, это совершенно, на мой взгляд, это новый виток. Технопарк – это пять кванториумов у нас. Их больше, но сейчас в нашей республике пять открывается. То есть мы будем расширяться со временем, когда увидим результаты и плоды работы, практической, реальной работы нашего детского технопарка. На базе центра созданы кружки, творческие объединения по четырем основным направленностям, которые представлены в системе дополнительного образования нашей страны. Это, естественно, научная, техническая, художественная и социально-педагогическая направленность. Центр дополнительного образования «Солнечного города» представлен многочисленными школами и творческими объединениями. Здесь самый взыскательный ребенок найдет увлечение по душе. Успешно! Молодцы! Теперь следующее. Был у бабушки... Был у бабушки баран! Бил он горько барабан! Мы занимаемся с детьми от 7 лет до 16. Здесь у нас находятся маленькие дети, это по 4 классы. Они занимаются здесь ручной вышивкой, рисунком, батиком и квиллингом. А дети постарше, они у нас шьют краят, придумывают модели, которые мы ежегодно показываем у Вячеслава Зайцева. Принимаем участие в «Золотой игле» и получаем призовые места. Собираем камешек со дна реки и считаем до 10. Приготовим с ней. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Умение перевоплощаться, умение создавать какой-то новый театральный образ и видеть со стороны, что есть добро, что зло, это гораздо лучше. Гораздо проще потом таким деткам адаптироваться в жизни и разбираться между плохим и хорошим, между черным и белым. Здесь большой выпад кружков. Я записалась на физику, актерское мастерство, танцы и математику. Социально-педагогическая работа также представлена разнообразными творческими объединениями. Одним из ярких является школа молодого правоведа «Академия права». Лицеисты вместе с ребятами из Центра дополнительного образования принимают участие в концертах. Они успевают не только учиться, но и активно занимаются волонтерством. Так праздник добра и уважения для старшего поколения «Осень жизни. Пора золотая» был организован молодежным клубом «Альтернатива». Молодцы! Очень хорошо! Особенно дети! Это было что-то потрясающее! Так хорошо танцевали! Мне очень понравилось, что нас пригласили сюда, на это мероприятие. Я очень рад и очень доволен. Самыми запоминающимися бывают, как правило, выездные мероприятия. Например, поход в Атажукинский парк. Здесь в непринужденной обстановке и стихи льются рекой. Здесь открыта школа раннего развития для дошколят. На занятиях мы занимаемся развитием логического мышления, памяти, внимания. Также развиваем крупную моторику и, конечно, развиваем творческий потенциал каждого ребеночка. У нас очень хорошее техническое оснащение кабинета. Это сенсорный стол, в котором дети развиваются и визуально запоминают все. Это логические дорожки, которые мы проделываем в тетрадях и также сможем сразу закрепить на нашем сенсорном столе. Все занятия – это игра. Мы играем, обучаясь. Так, в свеклу больше или в клубнике? Свеклу. Свеклу. Для свеклы какую корзинку берем? Большую. Большую берем корзинку. Большую. Молодцы. Большую корзинку берем. Я тут учусь, занимаюсь. Только я все делаю, то, что мне говорят. Я считаю, что самое лучшее, что есть, наверное, в нашей республике, должно быть нашим детям. Я сама преподаватель с большим стажем, поэтому это для нас очень большой праздник для родителей, для самих детей, для бабушек, для дедушек, потому что мы хотим, чтобы наши дети выросли умными и чтобы у них была счастливая, хорошая жизнь в нашей республике. Привела своего ребенка в школу раннего развития в Солнечный город. Ему очень нравится, при том, что он очень хулиган, и в садике на ушах стоят все учителя, воспитатели. Здесь ему очень нравится, он с удовольствием утром просыпается, говорит, мама, у меня же сегодня выходной, я иду в Солнечный город. Открытый музыкальный класс имени Юрия Тимирканова в Солнечном городе вдохновляет ребят и дает почувствовать высоту полета таланта. В торжественном мероприятии приняли участие сам великий дирижер Юрий Тимирканов, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков, заместитель председателя правительства, министр образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова, руководители учебных заведений республики, учащиеся в музыкальных и общеобразовательных школах, а также почетные гости. Как вы сами когда-то говорили, музыка – это храм души для каждого человека, и она настраивает на прекрасное, дарит счастье. Но чтобы найти путь к сердцам людей, ей нужен чуткий проводник, которым вы и стали для миллионов людей по всему миру. За это вам огромное спасибо. Особенно важно, что вы любите и помните свою маленькую родину – Кабардино-Балкарию. Маэстро даже оставил свой автограф на портрете и добрые пожелания в книге почетных гостей. Теперь юным дарованиям будет вдвойне почетно и приятно заниматься музыкой, ведь у них есть на кого равняться – на знаменитого земляка. Возле музыкального класса дирижера Юрия Тимирканова уютно расположился класс художника с мировым именем Михаила Шемякина. Теперь будущие композиторы и живописцы откроют для себя двери в мир высокого искусства. Дети данного возраста, они очень легко обучаются, и вот если терпение есть и желание есть, то можно научить ребенка рисовать. Заинтересовала Детская академия творчества и еще одного прославленного земляка – Мухадина Кишева. Ребята были в восторге от общения и мастер-класса известного художника. Мухадин Кишев ознакомил ребят с одной из своих техник написания картин. Впечатление было потрясающе, потому что очень одаренные чувствуются дети. Потом школа сказочная. Вообще мы объездили в много стран, подобную школу мы не видели нигде. Детская академия творчества является своеобразной площадкой для встреч с выдающимися и интересными людьми. Здесь проводят диалоги с героями, конференции и соседания. Рады тому, что такое образовательное учреждение, как Академия «Солнечный город», продемонстрировало все те возможности, которые сегодня открываются детям одаренным и детям, которые способны развивать здесь свои творческие способности. В детской академии творчества «Солнечный город» дети развиваются многогранно, а значит, они будут успешными, здоровыми, креативными и конкурентоспособными в современных условиях. В их среде быть умным, хорошо образованным действительно престижно. Детская академия творчества «Солнечный город» решает одну из главных задач образования подрастающего поколения – восстановление духовных основ жизни, сохранение и приумножение культуры своего народа, а значит, и многонациональной России в целом. Детская академия творчества «Солнечный город» Детская академия творчества «Солнечный город» Детская академия творчества «Солнечный город» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сюда, на Золотую площадь, приехали коллективы из разных уголков России. В течение шести дней склоны Чигета украшали не только разноцветные костюмы туристов, но и красочные, яркие наряды участников фестиваля. Открыли фестиваль хозяева праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это гости из Калмыкии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали из республики Калмыкия города Элисты. Мы представляем школу номер 12 городскую. С нами прибыла фольклорная группа. Мы не приехали всем ансамблем. Приехали только 11 человек. Значит, мы привезли три поколения. У вас приемственность в нашей фольклорной группе. Учащиеся нашей школой, выпускники нашей школы, ныне студенты Института Калмыцкой восточной филологии нашего государственного университета, и бабушки, дедушки, которые занимаются с внуками в нашем фольклорном ансамблее. Сегодня мы впервые на конкурсе фестиваля «Алтон Майдан». Нам очень понравилось. Мы сегодня прошли конкурс сценический. Конкурс сценический мы прошли. Отбор прошел хороший, я так считаю, что если с каждого коллектива брали по одному номеру, у нас взяли четыре номера. Это уже хорошо. И помимо сценического конкурса, мы еще участвуем в конкурсе прикладного искусства. Здесь, значит, на выставке представлены работы учащихся с кружка ручного труда и те этнические, этнографические материалы, которые мы смогли взять с нашего этнографического музея. На школе есть этнографический музей. Вы приехали на Кавказ. Что вы ждете от этого фестиваля? Ну, мы приехали на Кавказ уже за два дня. Мы уже много общаемся, познакомились с разными делегациями. Нам очень здесь нравится. Мы расширили кругозор фольклорных ансамблей. Сейчас мы слушаем и записываем для себя этнические песни, танцы якутов. Мы с ними уже познакомились, обменялись визитками. Познакомились буквально рядом. Мы живем в Дагестан. Вроде бы как будто мы с ними граничим, но мы не знаем и не видели. А здесь мы увидели, и мы уже обменялись. Будем перенимать. И в будущем, возможно, мы будем исполнять не только материал этнический нашей калмыцкой культуры, а, возможно, малых народов, проживающих, с которыми мы граничим и знаем. Что вы знали о Кабардино-Балкарии, прежде чем сюда приехали? В Кабардино-Балкарии мы уже с декабря, я буквально вот по рекомендации, будем так говорить, с наших друзей из Ростова, сказали, они нам предложили побывать в Эльбрусе. Нам здесь очень нравится. Мы ежемесячно, я вот уже приехала пять раз уже с детьми, с фольклорной группой. А первые четыре раза я приезжала в декабре, январе, феврале и марте с туристической группой детей. Мы по два класса привозим сюда, отдыхаем в пансионате. Деткам очень нравятся горы, чистый свежий воздух, катание на конках, сноуборде, лыжах. Чудесно, прекрасная природа, чистый воздух, чудесно, отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что мы живем рядом, как бы приехали с Тубы, приехали с Якутии, приехали со всех уголков, поэтому для нас это очень важно. Такие встречи для нас, молодежи именно. Мы ни разу, ни первый раз, ни во второй раз бываем на Кавказе, нам очень нравится. В рамках фестиваля проводят для нас все самое-самое лучшее. Условия нравятся. Ну вот, сегодня открытие фестиваля. Будем представить свою республику, будем смотреть на других, будем радоваться за всех. И как бы желаем всем победы, всем участникам фестиваля. О-Райда, 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 О-Райда. А на вершинах высокогорных слышатся песни Чабанова, песни счастливых, песни свободных, стежки в Кубанских казаков. О-Райда, 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 О-Райда. О-Райда, 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 О-Райда. Родат на бейтих песнях поется про наши димы и поля. Пусть расцветает, пусть будет краше наша Кавказская земля. О-Райда, 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 О-Райда. Народный ансамбль русской песни «Росичи» – город прохладный Кабардино-Балкарская республика. Ну теперь понятно, откуда вы поете песни. Почему вы поете песни на Балкарском? Потому что они очень любимы народам, потому что они очень популярны, очень доступны, и нам они очень нравятся. Что еще привезли и чем выступаете здесь? Выступаем русские народные песни, песня вот эта вот, народная песня О-Райда, выступаем украинские песни, казачьи песни. С теми песнями, что любимы и популярны в народе. Фестивалю быть, расширять географию, и чтобы этот фестиваль был известен во всем мире. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Танцы фольклорных ансамблей из республики Саха-Якутия максимально ярко и оригинально показывают самобытную культуру и традиции народа этого края. А мы приехали из Донецка. Это Украина. Нам очень нравится кататься на лыжах. Что нам нравится еще? Да все нравится нам здесь. Мы здесь бываем часто, если мы катаемся на лыжах. Каждый год, ежегодно мы приезжаем сюда. В этот раз попали на ваш фестиваль. В общем, все красочно, ярко, насыщенно. Музыка Международный этнический фестиваль – это возможность общения. Ведь здесь организованы выставки, а в воздухе витает дружеская атмосфера. Когда проводился первый фестиваль, он был объявлен ежегодным. Вот подошло время проведения очередного фестиваля. Предприниматели при Эльбрусе вышли с инициативой, что надо этот фестиваль провести в администрацию. Администрация поддержала. И сегодня у нас открытие фестиваля. Для вас Алтын-Майдан – это что? Это дружба народов. Это реклама для при Эльбрусе. Это объединение людей. Это в конце концов концерты, где мы можем сидеть, смотреть, как наши дети развиваются и показывают свою культуру. Скажите, что вы ожидаете от этого фестиваля? Мы ожидаем от этого фестиваля, что принесет свои плоды и поедут сюда люди. Мы, по крайней мере, всегда рады проводить его здесь у нас на родине. Потому что это, как уже было сказано, это, прежде всего, это общение. Людей это сближает. И, конечно же, мы, как жители курортной зоны, мы заинтересованы, чтобы это проводилось в первую очередь у нас. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ 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 Если взять стакан воды, поставить вот сюда, вода должна быть ровная, ровная. И, как в других этнических танцах Кавказа, женщины тоже танцуют ровно, ровно. То же самое. Никаких таких не таких, как русских танцев. Таких прыжков этих нет. вот берется поток и составляем восьмерку и женщин всегда не открывая пятки носки и вот вот я показываю вот это основной ход но мужчины всегда делали круг можно подыматься может так но всегда заканчивали дробью сегодня проходит четвертый день международного этнического фестиваля алтын майдан эльбрус особенность этого фестиваля в том что творческие коллективы показывают не только свою традиционную национальную культуру но здесь же проводятся мастер-классы в которых с удовольствием принимают участие все поколения скоби приятели привязывай на прекрасный фестивал алтан майдан эльбрус а дому в силу необходимо только одно долговечность снова появляется снова встречать все люди потому что это встреча поколений я радуюсь что алтан майдан начала длинные длинные дороги встречи поколений великий россии то что он меня очень радует это изумительные качестве талантов которые вы представляете здесь детских талантов каком-то мере алтан майдан сделал свою миссию и даете эстафету молодому поколению все они будут говорить о л-брусе алтан майдану годами буду говорить когда встречались с татарами с балкарцами с киргизами с чувашими с карачащими чудесным осетинами с дагестанцами столько много народов здесь а все это пахнет хорошим будущем и хорошим горизонтом я хочу пожелать всем которые были на этом фестивале чтобы таскали с собой ту чудесную частицу любви которые мы им дарили и они получали вместе с нами каждый фестиваль отличается другого по самых разных моментов даже того что он делается на другой год с каждым годом мы стареем или в каком-то мире изменяемся но я думаю что это третий алтан майдан два были на элбрусе один был татарстан в заинске я думаю что он уже состоящийся фестиваль созревший у него есть абсолютно все его конструкция логистика и я горжусь этом крае очень близком моему болгарской душе болгарском крае что он принял на себе эту тяжелую ношу в каком-то мере поддержать такого фестиваля который абсолютно легко и желаю всем спонсорам всем родителям этого чудесного события здоровья успехов и много много новых встреч а это ребята из кыргызстана проводят мастер-класс с какой заинтересованностью и желанием конкурсанты изучать новое для себя движение алтын майдан это не просто фестиваль а фестиваль конкурс и в каждой из номинаций были определены победители а а Для получения специального приза на сцену приглашается «Зелья Бахтиева». В зелье вручается уникальная награда. Эта медаль публика, учрежденная Министерством иностранным делом Болгарии, называется «Памятный серебряный знак древней импийской». Награду вручает посолкового уровня Болгарии страны СССР Бисер Киров. Спасибо, уважаемые телезрители. На этом наш эфир подошел к концу. Встретимся, как всегда, в следующий понедельник в программе «В мире знаний». Удачи и благополучия вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова